здравствуйте друзья на сцене фрау матильда она набирает обороты ну что слушаем веселимся учимся одновременно да слушалась я вас слушаю здравствуйте скажите татьяна ивановна вам знакома конечно знакома это я это вы есть я вас понял меня зовут мадыров артур александрович я ведущий специалист по юридическому сопровождению клиентов бюро кредитной безопасности рус коллектор наш адрес москва улица рабочая дом 93 строение 2 уведомляю ваш наш разговор записывается значит то есть судя по вашим вот этим регалиям вы наконец-то юрист не а то звонят дилетанты всевозможные господи как я устала уже юрист ну да у нас знаете у юристов имени да не бывает конкретнее конкретнее будет сейчас о вашей задолженности я вам еще раз говорю конкретнее будет по вашей задолженности наберите терпение помолчите что это наберите терпение я спросил у меня позвонил юрист на 24 марта семнадцатого года выслушайте меня у вас задолженность двадцать две тысячи сто восемьдесят рублей по честному слову просрочка у вас очень большая понимаете поэтому организации честное слово требует чтобы вы произвели оплату в ближайшие пять дней тем более что ваша кредитная история может испортиться также сумма нефиксированная она может увеличиться за счет неустойки вы деньги брали татьяна ивановна в честном слове послушайте ну да юрист выбрали деньги честном слове я вас выслушал а зачем им со мной в параллель пытаетесь говорить перебивать меня вы готовы конструктивному диалогу по моему это вы перебиваете и не отвечаете на вопросы я не обязан отвечать варите говорите если вы не готовы конструктивного диалогу положите трубочку приготовьтесь к нему и перезвоните попозже а сейчас зачем ну да юрист мне звонит вы мне ответьте на мой вопрос а потом требуйте чтобы я отвечала на ваш и так я повторю вы юрист вы юрист я может ответил на этот вопрос ну да я уже ответил на этот вопрос понимаете вот я юрист у меня образование юридическое практикующий специалист и я никогда не слышал от юриста такого ответа на данный вопрос ну да юрист хорошо ну да юрист какой вуз вы заканчивали какой профиль у вас я не буду отвечать на эти ваши вопросы татьяна иванова я вам с тем же успехом отвечу на ваши вопросы я вам еще раз говорю на эти вопросы на ваши вопросы такого плана я отвечать не буду я знаю по вашей задолженности и вы юрист не знаю почему допустили просрочку я вам еще раз говорю почему допустили просрочку если вы юрист вы знаете что вы нарушаете закон вы нарушаете 810 статью гражданского кодекса где заемщик обязан вернуть сумму займа в срока в порядке предусмотренном договоре правильно юрист но только в том случае если меня зовут вы знаете в каком случае в каком случае только в том случае если договор у вас обязательство у вас обязательство ответить на ваш вопрос перед честным словом где вы взяли займ сейчас вы начинаете какие то заговаривать зубы понимаете чтобы не говорить по существу по существу это я вам еще раз говорю вы когда будете оплачивать для вас по существу это то что вы оплачивать когда будете Татьяна Ивановна послушайте вы будете оплачивать вы вообще знаете манера общения почему это вы меня почему вы меня оскорбляете потому что я констатирую почему вы меня оскорбляете слово хам это цензурное выражение хам это человек не умеющий себя почему вы меня оскорбляете если для вас это оскорбление то считайте что я вас оскорбляю На самом деле хам это цензурное выражение И чтобы доказать, что я вас оскорбляю Вам нужно как минимум инициировать разбирательцев В отношении лингвистической экспертизы Что означает слово хам? Это человек не умеющий общаться Вы платить не хотите? Я вас правильно понял? Я даже не приблизилась к этому сегменту А я не могу с вами разговаривать 10 минут Мы с вами уже разговариваем больше 4 минут Я не могу, у меня не бессрочный разговор Я фиксирую вам отказ от оплаты Я вам фиксирую отказ от оплаты Хам, наглец и неудачник У них женщины И не дают ей слово сказать Конечно, зафиксируйте Я вам могу сказать, где сделать татуировку цветную Хотите? Я сейчас хотите мужу трубку передам Хотите или вы боитесь мужиков? Или они вас возбуждают? Передать мужу трубку? Он с вами поговорит, как юрист Так, я с вами разговаривать уже не буду Я фиксирую вам отказ от оплаты Икон еще Да, то, что вы храните, это на вашей совести Пускай останется Да, конечно, конечно останется Хотите с мужем поговорить? Или вы трусливая чмо? Ответьте мне на вопрос Муж все вам объяснит Или вы с мужиками боитесь разговаривать? Сейчас, сейчас Женя Я вам зафиксировал Как это оплаты Я не хочу с вами разговаривать Слышишь? Сюда, слушай До свидания А слабородая чмо А слабородая чмо А слабородая чмо Быстро-пребыстро слилась Этот чувак даже по телефону боится Да Есть коллекторы, которые хотя бы по телефону Не боятся вступать в перепалку Этот даже по телефону зассал Ой-ой-ой-ой А вообще у меня такое ощущение Что вот в этих коллекторских агентствах Вообще нет такой штатной единицы Как юрист Вот нет и все То есть шаблонно в интернете Где-то либо в своих общих базах Скачивают какие-то Алгоритмы общения И все А зачем им юрист? Вот зачем, скажите, им юрист? Вот лично меня как-то давным-давно Я еще когда жил во Владивостоке Приглашали Провести консультации в коллекторское агентство Я сейчас специально не буду называть какое Я, естественно, друзья мои Успокойтесь, отказался Не за какие деньги, да То есть проще нанять человека, да Который придет там И проведет какие-то занятия, да С этой публикой Я этого, естественно, не стал делать А вот Зачем им содержать юристов? В суд они не ходят То, что у них вот этот сброд работает Это, по-моему, их меньше всего волнует Ну и самое главное, на мой взгляд Это то, что этот сброд Успешно взыскивает И это самое страшное Страшно то, что подавляющее большинство людей Кому звонит этот сброд Боятся вот этого строгого голоса Вот этого нуда юриста Вы же слышали, как он почувствовал, когда затроил И максимум, что ему оставалось Это просто не давать вставить слово И сделать грубый такой басовитый голос Все, на что они способны Более ничего И есть, конечно, к моему великому сожалению Люди, которые боятся И хотелось бы сказать Вставить слово еще Есть, конечно, к моему сожалению Еще люди Ну, вот этим еще подчеркнуть Что их немного осталось А не получается Потому что я серьезно говорю Друзья мои Те из вас, кто давно на моем канале Кто уже давным-давно не боится коллекторов С моей помощью С помощью моих коллег Клиенты нашей организации А их не одна сотня, поверьте Это Крупинка Крупинка Не далее, как сегодня Я наблюдал картину в Альфа-банке Да, у меня есть открыт счет в Альфа-банке Да, юрлицо там у меня зарегистрировано Естественно, я не против банков Банковского бизнеса Я против беспредела Вы уже, кто меня давно знает Уже давным-давно знакомы с моей позицией Так вот Приходит мужик И стоит вот на рецепшене Мадмазель молоденькая Он к ней подходит и спрашивает Мне нужно пообщаться По поводу моих просроченных кредитов К нему встает Поднимается Какой-то сопляк Там юноша, знаете Вот такой вот И начинает с ним разговаривать Как Вот, знаете Как будто он лично ему должен Просто даже не пригласил никуда То есть с должником можно разговаривать Прямо на входе Вот у них у всех Уже заложена инструкция Как себя вести с должниками И вот понимаете Я пока сидел и ждал Пока мне там вызовут Да, талончик мой загорится По юрлицам Этот при мне я видел Достал кошелек Посчитал Вынул оттуда последний Там две с лишним тысячи И говорит Вот у меня все, что есть Ну оплачивайте пока Все, что есть Я передам И этот мужик Взрослый мужик С грустными глазами Взял талончик в кассу Понимаете Он при мне достал кошелек И вытащил оттуда последнее И пошел платить Вот такая вот байда И таких очень много Очень много Вот эти вот нуда юристы Делают свое дело Понимаете И делают очень успешно И это не из-за того Что они такие талантливые Как вы видите Здесь ни ума Ни фантазии не надо Просто делая грубый голос Как я уже сказал Это из-за того Что у людей Выработан комплекс Жертвы Вот и все Друзья мои Я надеюсь Что благодаря нашему каналу Таких людей будет Все меньше и меньше Конечно Мы революцию не сделаем Но так или иначе Дорогие мои Слушайте канал Даже вот такие ролики Дают понимание Мои комментарии После роликов Тоже вносят Определенные Очень веские Аргументы Чтобы разрушить Эту вот Долбанную позицию Вся страна Позиции Жертвы Находится Должника И естественно Таким стадом Легче всего Управлять Вырветесь вы Хотя бы Из стада Перестаньте Этой ерундой Заниматься Все легко Решается Да легко Я не ошибся Я не оговорился Легко решается Нет возможности Самим Изучать ситуацию Блин Обратитесь К юристам Компания Алям К вашим услугам Уже Такой опыт Наработали И все довольны Всем все хорошо Все всем нравится Понимаете Потому что Действительно Не может Не понравиться Когда человек Должен был И в итоге Ничего не должен А точнее Я хочу подчеркнуть Мы не списываем долги Списать долги Вам может Только кредитор Мы создаем условия Когда банку Либо вашему кредитору Будет выгодно Отказаться от претензий Ну либо При самом плохом Стечении обстоятельств К комфортному платежу Приводим вас Сколько бы вы На данном этапе Сейчас не были должны Поверьте Можно платить в банк 500 рублей В месяц Без вреда Для своей гражданской позиции И оставаться В правовом поле Как это происходит Да все очень просто Не буду сейчас На это тратить время Ваше и свое А просто В очередной раз Вас направлю В описании Этого либо любого Другого ролика На нашем канале И вы там найдете Ссылку на наш сайт На сайте Как раз и выложено Видео Как устроена работа Кредитных юристов Компании Аля То есть Чтобы люди Не просто так В никуда Обращались А понимали Что мы будем Для вас делать Сколько это стоит Почему это намного В разы выгоднее Чем платить Бесконечно в банк И многое Многое другое То что вам будет Действительно полезно Не бойтесь Там все на нормальном Человеческом языке Рассказывается Юридические термины Сведены к минимуму Посмотрите это видео Нормальное Живое видео И Примите решение Хватит уже Топтаться на месте Либо лететь Вот в эту Бездонную яму Потому что Ничем это Никогда не кончится Это долговое рабство Вся страна В долговом рабстве Но понимаете Несправедливость Лишь только в том Что Люди Сами Себя туда Загоняют Не могут взять И открыть глаза И увидеть Вот эту вот Калитку Которая В принципе Открыта И никто Ее сейчас Не замаскировал Это вы сами Не можете Открыть свои глаза Вот и все Ну а За ролик Прошу поставить лайк И Всегда Отдельно Просьба Это репост Поделитесь Как можно больше Чтобы людей узнали О нашем канале И вот Послушали его И в конце концов Перестали Бояться И трястись Потому что Даже Не платя ни копейки Вы можете На нашем канале Подчеркнуть Очень много Полезной информации И освободиться От Вот этого всего Вы понимаете О чем я говорю Ну Ссылочка На группу Вконтакте Тоже есть В описании ролика Там все Наши ролики Дублируются Тоже Вступайте В группу Естественно И Я желаю вам Счастья Здоровья Финансового благополучия Еще раз Попрошу Поставьте лайк Пишите комментарии А с вами был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты Компания Аля Всего вам хорошего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok